Из Танзании мы привезли фрукты, манго привезли. Нижнекамец Ренат Хузин только сегодня вернулся с отдыха на Занзибаре. Заехал в гости к казанским друзьям, чтобы передать подарки и поделиться впечатлениями. Очень славится резьба по дереву. Там искусственные мастера. Это передается по наследству. Очень красиво резные деревья, орнаменты. О том, что перед поездкой нужно привиться и начать заранее пить таблетки против малярии, в турагентстве ему не сказали. Да и времени на профилактику было мало. Путевку на африканский континент купил по горячей цене. Мы с собой репелленты взяли, конечно, но необходимости никакой не было. Мы их даже не доставали. Единственный персонал отеля, он обрабатывал все комнаты перед сном вечером. И кровати они завешивали балдахинами, москитными сетками. Также на окнах москитные сетки были. История путешествия по Африке для казанца Марата Якупова закончилась печально. О его смерти от малярии сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Выяснил, что вместе с другими туристами он выкупил сафари-тур и отправился с острова Занзибар на континентальную часть Танзании. Очень сильно изменились погодные условия. Пошел сильный прорывной дождь. И вот по этой причине они не смогли вернуться в то место пребывания, в тот отель, где они проживали. Развели костер, ночевали, получается, в этой пустыне. Вот просто в погодных условиях. И отметили, что было большое количество сосущих насекомых. Кстати, малярии на самом африканском континенте – обычное явление. Особенно с марта по сентябрь, когда на континенте сезон дождей. Но подхватить заразу можно и в период засухи. Если сафари куплены у официального туроператора, это двухдневная экскурсия преимущественно. Если даже это однодневная, то туристы ночуют в больших отелях, но оно стоит дороже. Естественно, многие туристы хотят сэкономить и покупают в уличных агентствах экскурсии подешевле. Да, это тоже сафари, но опять-таки значит, если это дешевле, на чем-то там сэкономили. И в первую очередь экономить, естественно, на ночлеге туристов. Они ночуют в небольших кемпингах, в палатках, где риск не только малярии заразиться, но и еще что-нибудь подхватить, конечно же, очень велик. Как отмечают специалисты, в условиях пандемии первые симптомы малярии можно легко спутать с новой коронавирусной инфекцией. И в данном случае самое главное вспомнить, из какой же страны ты только недавно вернулся на родину. О том, из какой страны он вернулся, казанец вспомнил слишком поздно. Лечение в республиканской инфекционной больнице не дало результата. Летальность от малярии до 95%. Кстати, сейчас на лечении находится еще один казанский турист из той же группы отдыхающих. Поскольку идет формирование нескольких генераций малярии плазмодиев с поражением эритроцитов, при разрушении большого количества эритроцитов, в кровь попадает большое количество этих малярии плазмодиев, возникает интенсивная паразитемия, которая вызывает поражение разных органов. Чтобы поездка в экзотическую страну не стала последней в жизни отдыхающего, врачи-инфекционисты советуют не испытывать судьбу, не экономить и соблюдать все меры профилактики.